Доброе утро! Как вообще пошла традиция его празднования? Вообще, как бы у нас в культуре, у Ханты-Манси и вообще у народа Севера нет понятия праздник. Есть понятие как бы обряд. Обряд, он предполагает именно вовлечение человека в определенные действия. То есть мы как бы проигрываем то, что должно произойти. Когда прилетает ворона, то есть приходит весна. Раз ворона прилетела, значит морозов еще не будет. А когда мы уже видим на реках Трясогуску, которая вот именно, почему она хвостом так трясет? Потому что лед, вроде уже тепло, трава вылазит, а лед еще стоит. А пока лед не уйдет, тепла у нас на Севере не дождешься. А уже прилетела Трясогуска, уже видели? Да, очень, как бы уже давненько прилетела. Как раз и лед унесло. Потому что как раз тряся хвостом, она этот лед и разбивает. Его потом и уносит, поэтому... Да, и вот как раз этот обряд, этот праздник у нас описан в наших сказках, в легендах. В частности, и здесь он факт, что это как раз Кандинская территория, территория Канды. Анна Митрофановна Конькова описала в одной из сказок. И уже потом представители нашей научной интеллигенции, они вычлены как раз из сказки уже составляющую, которая реально бытовала. И на основе этой составляющей у нас вылился как раз этот праздник, который мы привлечили к 1 июня, к Дню защиты детей. Потому что так или иначе все обряды, они связаны либо с женским началом, то есть с рождением, либо с детьми. Это как продолжение нашего рода. Ну, Трясогуска именно потому, что это первая летняя птица, именно поэтому, да? Ну, Трясогуска у нас, именно потому что прилетая, она разбивает лед. То есть она приносит тепло на свою, и она приносит белый свет, то есть белую ночью приходит. Ну, это ведь вообще наша птица, это северная, и она улетает только на зимовку. Да, у нас их несколько видов. Ну, основные это как раз вот желтобрюхая, она поменьше, и серебристенькая такая, чернобеленькая, она покрупнее. Анатолий, как вообще принято отмечать этот день? Какие традиции существуют? Ну, вообще, раньше одна из самых уважаемых женщин, как мы ее называем, мать-матерей, она проходила поселению, зазывала, собирала всех детей, потому что это все для них в первую очередь. Естественно, собиралось угощение. И проводился сам обряд непосредственно, с детьми играли, в первую очередь, потому что как им еще, детям проще все донести, вовлечены в это. Да, да. Поэтому вот как раз игры проводились, и состязания, то есть помимо игр, их это спортивная составляющая, она обязательно должна быть, потому что дети должны развиваться. Это и загадки всевозможные, головоломки, это как раз и тело должно быть здорово, и дух должен быть здоровым. Но ведь этот праздник, он не всегда отмечался, или обряд, как вы говорите, у нас. Как давно он вообще начал... Возобновили традицию, да. Ну, вообще, в музее его стали проводить с 2010 года. До этого как раз в древности у нас проводился на шикандинской территории. То есть он не повсеместный. То есть это такая вот локальная обрядовая составляющая. А так с 2010 года, как бы традиционно мы его проводили. Естественно, в прошлые годы, буквально в прошлый год, в 2020, унес свои коллективы. То, что мы были закрыты, не могли его не принимать. Поэтому праздник у нас в прошлом году в онлайн формате состоялся. Но состоялся все-таки. Да, в онлайн, но состоялся. То есть мы как бы вспомнили то, что у нас было до этого. Сейчас уже хорошо то, что мы можем людей к себе пригласить, что могут прийти. Ну, с определенными ограничениями, конечно, люди должны записаться, уведомить, что они придут. Придут в своей группе. То есть это либо семья, либо класс. Как бы уже мы сориентируемся, как именно безопасность соблюсти. Антолий, ну а придут-то зачем? Что готовите-то для гостей, рассказывайте. Ну, естественно, самое главное, это будет и игровая составляющая. То есть несколько площадок разнообразные. То есть вот одна из, это мега раскраска у нас такая будет, как бы детям очень нравится. Не так давно у нас она появилась. Мега это одна на всех? Нет, это несколько больших культурных композиций, которые дети должны раскрасить так, как они видят. То есть здесь уже мы не вмешиваемся, то есть мы даем краски, даем полотна. Они творят. Творят уже, да. Да, естественно, это игровые составляющие, то есть с детьми играют, это и загадки им загадывают, и голомки не разгадывают. И спортивная составляющая, это как на старте у нас из Северного многоборья. Ну, самое интересное, что детям это, конечно, из лука пострелять, настоящего копьё покидать. Да не только детям, мне кажется, это интересно. Наверное, какие-то угощения, может быть, да, ещё у вас предполагаются что-то, наверное? Ну, обычно, как бы, раз это детская, это сладкий стол. Сладкий стол? Это театрализованное представление, то есть обряд мы для широкой публики, мы его трансформируем в театрализованную постановку, которая как раз этот обряд и обыгрывает, показывает, как это происходило, как это должно происходить. А кто эти актёры? Это наши друзья с Обско-Угорского, Театра Солнца Обско-Угорских народов. Вот мы сотрудничаем с ними очень давно, поэтому они всегда приходят, помогают нам, откликаются на наш призыв. Ну, Анатолий, давайте напомним, когда это всё, во сколько это всё начнётся, как можно к вам попасть, и где это всё будет происходить. И самое важное, это же бесплатно, да, Витя? Да, безусловно. Давайте, приглашайте гостей. Ну, традиционно это будет происходить на территории музея Дефицкого под Канебом Турума. Это Собянина-1, то есть, если за шестой школой вверх, ну, путают иногда по этому. Ну, ещё навигаторы сейчас у всех есть, разберутся. Наверх, до конца, впрочем прямо в музей, поднимаемся, написать себя на гору и участвуем. Начало у нас в 12 часов театризованное представление, но можем в полдвенадцатого уже спокойно приходить, начинать участвовать. Чтобы быть готовыми к всему. В соревнованиях. Да и с погодой сегодня как повезло. Да. Поэтому праздник... Не обещаю дождь, а у нас дождь прошёл вчера, поэтому... Да, у нас всё специально подгадали. Всё удачно сложилось. Антон, у вас ещё раз с праздником. Спасибо, что пришли, что рассказали. Как всегда, конечно же, у вас будет полный аншлаг, мы не сомневаемся. Поэтому большое спасибо, будем рады видеть вас снова. С гостем прощаемся. С вами, дорогие телезрители, увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами. С вами, дорогие телезрители. С вами, дорогие телезрители. С вами, дорогие телезрители.